Я думаю, что боятся не высоты, а, наверное, когда-то боялись впервые выйти на сцену дети с ограниченными возможностями, которые принимают участие в концерте, который называется «Нац Лидзес Зема Светкус». Эти дети поют, танцуют и выступают вместе с латвийскими звездами. «Нац Лидзес, пойдемте с нами и вы!» Уже совсем скоро на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дети с ограниченными возможностями Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДианаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы исполняли замечательную песню So This Is Christmas Джона Леннона Песня с очень глубоким содержанием Сам Джон Леннон написал эту песню После войны в Вьетнаме И потому эта песня содержит такой глубокий текст О том, что Люди не в зависимости от того насколько они разные друг от друга, но их всех объединяет единое чувство веры надежды и любви, конечно же И это Рождество оно для всех для каждого человека на нашей земле Кто выбирает себе партнера по сцене? Сами участники или может родители как-то тоже влияют на этот выбор? Ну, к сожалению, мы не влияем Но, тем не менее, ребята просто разговаривают с артистами подбирают друг дружку кому как подходит больше чтобы это было все-таки красиво и выглядело на сцене, то есть... А выбирают и подбирают друг друга чисто визуально, эстетически чтобы это выглядело красиво? Или по репертуару? По репертуару, конечно Может быть, по характерам чтобы вам было комфортно вместе работать? Конечно, и по характеру, наверное, так Я думаю, учитывается много факторов Что самое сложное для участника? Быть на одной сцене с такими талантливыми и профессиональными артистами это большая ответственность волнение, конечно же Ну, мандраж сильный, да, перед концертом? Да, конечно, присутствует, да Но как у артистки после опыта сотрудничества со звездами что-то меняется в творческой жизни? Как-то растете? Этот опыт как-то помогает развиваться? Конечно, этот опыт абсолютно дает большой толчок вдохновляет Ну, если честно, даже слова мне описать насколько это волшебное волшебное происходящее что происходит на сцене это абсолютно торжество для нас на протяжении, даже потом после этого концерта у нас эмоции остаются очень долгое время Да, и мы потом опять готовимся к следующему этапу У каждого из ребят существуют кумиры на сцене вот с кем бы ты хотела спеть? Ну, даже если можно было выбирать не латвийских певцов а вообще всех кого только можно может быть даже тех, кого уже и нет вот с кем бы ты хотела спеть на одной сцене? Это очень сложный для меня вопрос потому что я поражаюсь очень многими артистами в том числе и латвийскими брата Ветра как мы знаем просто великолепные Реннер Скауперс не принимает участие в этом концерте? Когда-то, много лет назад мы пели вместе одну песню да была такая честь вместе с ним исполнять но не происходит между ребятами конкуренция вот например все хотят с Лаурисом Рейнгсом может быть спеть и девочки между собой ссорятся нет я хочу нет я хочу с ним в дуэте такого нет потому что мы и так очень-очень рады этой возможности конечно и за кулисами у нас происходят отличные ну как бы мы дружим можно сказать дружим да и знакомимся и делимся эмоциями потому я думаю что тот момент за кулисами немало важен перед выходом то есть и для звезд это не просто формальное выступление они как-то поддерживают вас за сценой вы тоже общаетесь да 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 они очень с открытым сердцем к нам относятся и великолепно да ну вы танцуете и поете как давно вы пришли в этот фонд нац лейдзе и почему решили заняться вот таким творчеством ну можно сказать что наверное на этот вопрос отвечу я хорошо потому что Диана попала в фонд нац лейдзе с шести лет ей было шесть лет предложили на этом фестивале прочитать маленькое стихотворение мы начали стихотворение да на латышском языке буквально небольшой куплетик был и Диану как-то немножко заметили что она очень выразительно очень интересно театрально рассказывала это стихотворение чуть позже нам пригласили на колясках была создана группа которая танцевальная мы начали танцевать нас заметили мы снова стали участвовать в фестивале потому что фестиваль не только проходит раз в году в году проходят начальные этапы фестиваля это выбирается с четырех регионов лучше то есть каждый регион участвует могут прийти дети с ограниченными возможностями любые да и выбираются лучшие интересные номера потом после этого происходит большой проводится большой его называют гала-концерт это проходит в Риге где участников выбирают двенадцать лучших лауреатов их называют двенадцать лучших номеров которые в дальнейшем уже попадают на рождественский праздник то есть у нас уже сначала мы начинали с маленького очень все по чуть-чуть нас не так много было теперь фестиваль надслызис уже разрос он уже большой мы с проектом этим даже ездили в Таллинн нас приглашали то есть все разрастается и начинала начиналось с маленького ну наверное Жанна вопрос все-таки вам я этот задам что приводит туда детей и что заставляет родителей привести своих детей в эту студию в этот фонд и все-таки вдохновить их на занятия творчеством музыкой да это нелегко и скажем я никогда не хотела когда все случилось никогда не хотела ограничивать своего ребенка в чем то то есть мы искали школу мы ходили на в школе на каждое мероприятие мы среднюю школу каждый день все как положено ученики ходили в школу учительница которая преподавала в школе музыку просто случайно буквально случайно заметила какой-то маленький дар вот этот что Диана может петь мы начали потихонечку потихонечку заниматься начинали как говорили там фестивали со стихотворений ну и почему нет почему нет ну ведь наши дети такие же как и все поэтому конечно нелегко это добиться говорят что посеешь что пожмешь да то есть ну это трудно но при этом я знала что она должна быть такая как все и теперь я с большой гордостью никогда бы не думала а вот все таки с моими трудами оказалось так что мы поем со звездами и это очень было приятно что мы достигли такого уровня и я считаю что наверное в дальнейшем мы достигнем еще больше поэтому я конечно же никогда Диана может на Евровидение можно попробовать есть планы такие на будущее творческие мысль такая была когда-нибудь мечта ну что же наверное нам остается добавить что Диану можно будет увидеть и в эфире канала ЛТВ7 потому что концерт будет транслироваться его будет сам концерт состоится 14 декабря но уже спустя полторы недели уже наши телезрители будет показан также услышан еще днем ранее 26 декабря Латвийское радио первая программа транслирует его в 15.05 а уже потом ну а потом 27 декабря в 18.20 на ЛТВ1 также концерт будет показан там уже можно не только услышать не только кумиров латвийских музыкантов но и детей но также и увидеть в 18.20